Добрый день! Давайте разберем проблему с принтом, которая у вас сложилась. Первое, что я рекомендую делать при создании авторских принтов, это, конечно же, их проверять, потому что вот так на футболке его не видно. Создаем большой прямоугольник. Вот он наш принт. И, понятное дело, что принт не сработал. Вот это большие у нас дырки, которые нужно компенсировать. Что у нас не получилось? Давайте смотреть. Должен быть прозрачный квадрат в самом низу. Вот он есть, но почему-то он не срабатывает. Я сейчас создам копию. Вот прям то, что есть, все вместе выберу. Перенесу вниз. Так, давайте выберу именно тот прямоугольник, который без цвета контура, без цвета заливки. Вот здесь это видно. Монтаж на задний план. И попробуем еще раз создать с нашим принтом, который мы сделали. Так, не сработало. Тогда пробуем еще раз. Еще раз делаю копию. Создаю новый прямоугольник. Такой бывает иногда с этим. Ничего страшного. Создаю прямоугольник. Убираю цвет контура. Убираю цвет заливки. Правой кнопкой мыши. Монтаж на задний план. Еще раз. И проверяю. Сейчас у меня залился цвет контура, а мне нужен цвет основы. То есть у вас не сработал бесцветный квадрат, который находится в самом низу. Вот в таких случаях просто создаете копию, проверяете, правильно ли расположены объекты. И если объекты расположены правильно, но все равно не срабатывают, делайте дополнительный квадрат, который подкладываете. Вот как я только что это сделала на видео. Пересмотрите еще раз то, что я только что делала. И проверяйте, просто создавайте какой-нибудь квадратик, прямоугольничек рядом, достаточно большой, чтобы этот рапорт хорошо читался. Так, давайте посмотрим по второму. Здесь, по-моему, все то же самое, да? Если мы будем проверять, он вообще не затаскивается, или что у нас с ним происходит. Так, это планшетные цвета. Здесь какая-то беда с заливкой, что ли? Здесь какой-то планшетный цвет. А почему здесь не срабатывает? Объясняю. Смотрите, вы вот эти цвета... Сейчас я разгруппирую. Вот эти цвета, вот этот залит правильно. Да? Этот залит правильно. А вот здесь какие-то были планшетные цвета. Вот, планшетный цвет контура. Что такое планшетный? Он, по сути, идет у вас как узор. А если у вас уже есть узор, то из узора создать узор невозможно. То есть, вам нужно просто перезалить вот этот цвет. Пока вижу только этот цвет, другой не вижу. Чтобы он был вот просто таким голубым. Берем голубой оттенок. И, грубо говоря, его как-нибудь тут подбираем. Ну, можно более четко подобрать. Если у вас там есть RGB, номер понтона, как угодно. Давайте посмотрим. Это то, почему он у вас не затягивался вообще в узоры. Потому что вы уже при создании узора в него вложили узор. Вот этот цвет, он у вас не стал цветовой группой. Это вы сделали как бы заливку из вот этих квадратиков. И когда вы из этих квадратиков заливаете фон. Вот он. Я вот его вытащила как раз специально, чтобы это было видно. То, естественно, узор с узором не создается. Вот в этом файле такая ошибка. Давайте посмотрим следующий файл. Здесь у вас все получилось. Единственное, непонятно, нормально кошки получились или нет. Опять, способ проверки самый банальный. Создаем большой квадрат и на него заливаем. Здесь все отлично, никаких проблем я не вижу. Иногда бывает, что в иллюстраторе высвечивается тоненькая-тоненькая-тоненькая полосочка, которая показывает вот эти квадратики. Если при экспорте файл экспорт в JPEG, в PNG, в TIFF вы эту полоску перестаете видеть, это значит, что просто отражение программы такое и все нормально. Если же при экспорте полоска сохраняется, то лезем в рапорт, смотрим, что мы там не так сделали. Прием такой. Так что вот вам три файла. Два файла у вас с вопросиком. А третий получился идеально, вы большая молодец, с тем и разобрались. У вас будет следующий урок по поводу Pattern Generator, где все это делается автоматически, и вы поймете, насколько это проще. Но этот принцип знать нужно. Это основа, потому что программа именно по этому принципу автоматически все и делает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...